Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфинюк, все монеты. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы проговорим с вами о дорогих двух копейках 1924 года. К середине 20-х годов правительство наконец-то совладало с инфляцией. Было решено начать чеканить новую разменную монету из меди номиналом в 1, 2, 3 и 5 копеек. Однако Ленинградский монетный двор в одиночку оказался не способен справиться с необходимыми стране объемами тиражей. Тогда для чеканки монет привлекли мощности телефонного завода «Красный заряд». И вот здесь произошло столкновение интересов, как сейчас принято говорить, хозяйствующих субъектов. Еще с царских времен рифление гурта у мелкой монеты делалось накаткой на гуртопечатном станке. Заниматься этим должны были и на «Красной заре». Однако руководство завода не желало вводить в технологическую цепочку новую операцию. С самого начала работ выпускаемые медные 2 копейки только с гладким гуртом. Но подобное самоуправство не понравилось наркоману, так как увеличивало процент выбраковываемых монет. Последовали оргвыводы. И буквально через 3 месяца после начала чеканки рабочей «Красной зари» стали все же наносить рубчики на ребро. Но незначительная часть выпуска двухкопеечных 1924 года так и пошла с гладким гуртом в оборот. Из-за своей редкости первые медные монеты СССР номиналом 2 копейки без рифления стоят сегодня значительно дороже тех, что имеют риски на боковых поверхностях. Если экземпляр с рифленым ребром оценивается в 300-400 рублей, то ценник на монеты без гуртовки начинается уже с 3000 рублей. И здесь важно внимание. Нумизматом часто попадаются подделки со сточенным гуртом, которые на вес оказывается меньше положенного. Друзья, будьте внимательны. При этом, если гладкие 2 копейки 1924 года отчеканены вариантом штемпельной пары на аверсе клетки координатной сетки вытянуты вдоль меридианов, ручка молота с просечкой и двумя узелками под датой тиража на реверсе, то у вас подлинный раритет со стоимостью выше 30 тысяч рублей. Больше среди медных двухкопеечников стоят разве что экземпляры следующего, 1925 года. Их отчеканина оказалось совсем немного. До 50-х такие 2 копейки вообще среди коллекционеров считались несуществующими. Сейчас они выставляются на аукционах крайне редко. И итоговая цена на такие лоты зачастую поднимается свыше 100 тысяч рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк, Сева Монета. Всего доброго, друзья!